Ключ икра. Есть способ, который может существенно изменить к лучшему ваше отношение к той или иной стороне вашей жизни. Я имею в виду создание игр для вашего воображения. Игра – это развлечение, и когда вы играете, вам по-настоящему хорошо. В детстве мы все с удовольствием играли, но потом выросли, повзрослели и стали серьёзнее относиться к жизни. А такая серьёзность наполняет жизнь слишком серьёзными ситуациями. Когда вы играете и получаете удовольствие, вам просто хорошо, и надо же, ваша жизнь будто бы волшебство наполняется разными приятными событиями. Жизнь не должна быть развлечением, а не тяжёлой ношей. Играйте с законом притяжения, придумывайте игры для вашего воображения. Поскольку закон притяжения не знает и не развлечает, где у вас понарошку, а где реально. Всё, что вы вообразите и ощутите, станет реальным. Как играть? Да так же, как вы играли в детстве, когда придумывали себе разные роли и вживались в них. Представьте, что вы велогонщик. Вы хотите стать лучшим велогонщиком мира и победить в гонке Тур-де-Франс. Вы успешно тренируетесь и уже мысленно видите себя чемпионом. Но вдруг у вас обнаруживает опасную болезнь, и врачи говорят, что ваши шансы выжить равны 40%. Вы проходите курс лечения, однако вместо тревог за свою жизнь представляете себе, как участвуете в Тур-де-Франс, главном соревновании вашей жизни. Врачи, которые вас лечат, становятся вашей группой поддержки. Они подбадривают вас на каждом контрольном пункте. Каждый день вы мысленно крутите педали своего гоночного велосипеда. Ваши результаты становятся всё лучше и лучше. И, наконец, вместе с вашей группой поддержки, вы побеждаете в гонке, а заодно побеждаете болезнь. Через год после излечения вы действительно выигрываете Тур-де-Франс и продолжаете выигрывать семь лет подряд, став единственным в истории велогонщиком, которому победа улыбнулась столько раз. Так поступил Лэнс Армстронг. Жизнь поставила его в тяжелейшие обстоятельства, но он превратил их в подпорки, создав воображаемую игру и осуществив свою мечту. Допустим, вы мечтаете иметь самое красивое тело в мире и одновременно хотите стать знаменитым американским актёром. Однако вы живёте не в Америке, а в небольшой европейской деревушке и родились в очень бедной семье. Вы не всегда идите досыта, но продолжаете мечтать. У себя в комнате вы развесили фотографии своих кумиров-культуристов и упорно тренируетесь. Вы представляете себя победителем чемпионата Европы по культуризму. Эта ваша мечта сбывается. Восемь раз подряд выигрываете чемпионский титул. Теперь самое время становиться знаменитым актёром. Вы приезжаете в Америку, но никто не видит в вас актёрских задатков. Вам называют различные причины, по которым вы никогда не достигнете успехов на актёрском поприще. Однако в своём воображении вы продолжаете видеть себя знаменитым актёром. Вы чувствуете грядущий успех, вплоть до вкуса этого успеха. Вы знаете, ваша мечта обязательно осуществится. Так и произошло в жизни Арнольда Шварценеггера. Он семь раз подряд выигрывал чемпионат Мистер Олимпия, а затем стал одним из величайших актёров Голливуда. Представьте, что вы хотите стать великим изобретателем, но вас с детства мучают галлюцинации. У вас в мозгу мелькают бессвязные картины и ослепительные вспышки света. Вам не удаётся закончить университет. Вы устраиваетесь на работу, однако из-за нервного срыва вынуждены её оставить. Галлюцинации продолжают вас изматывать, и чтобы избавиться от них, вы берёте разум под контроль, создавая воображаемый мир. Вдохновлённой идеей лучшего будущего вы направляете своё воображение на изобретение. Они разрабатываются и осуществляются целиком в вашем воображении. Вы меняете конструкцию, уносите улучшения, затем испытываете это изобретение, даже не набросав его эскиз. Вы создаёте у себя в мозгу настоящую лабораторию, в которой подвергаете изобретённое устройство всесторонним испытаниям, и только потом воплощаете вашу идею в материальном мире. Именно это помогло Николе Тесле стать одним из величайших изобретателей. Электродвигатели, работающие на переменном токе, радио, усилитель, реминсцентное освещение, лазерный луч, дистанционное управление и все остальные 300 с лишним запатентованных изобретений Теслы рождались одинаково с помощью силы его воображения. Чего бы вам не хотелось, используйте своё воображение, создавайте игры и играйте. Берите себе в помощь любую доступную вам подпорку. Если хотите сбросить вес или иметь более красивые пропорции тела, придумайте икру и ощутите, будто вы уже имеете такое тело. Можете окружить себя фотографиями людей с совершенными фигурами. Но здесь есть одна хитрость. Вы должны воображать, что эти тела ваши. Вам нужно представлять себя и чувствовать, что вы смотрите именно на ваше, а не на чьё-то чужое тело. Есть ли у вас избыток или недостаток веса, как бы вы себя чувствовали, если бы прямо сейчас ваш вес стал идеальным? Ваши ощущения отличались бы от привычных вам. В вашей жизни очень многое изменилось бы. Вы бы по-другому ходили и разговаривали, и нами бы стали ваши действия. Так начните ходить по-новому уже сейчас. Говорите по-новому уже сейчас. Действуйте так, будто вы уже имеете идеальный вес. Неважно, чего вы хотите. Представьте себе ваши новые ощущения и действуйте в воображении так, будто уже имеете желаемое. Когда ваши мысленные образы сопровождаются чувствами, закон притяжения улавливает эти чувства, и вы непременно получите всё, что вы образили. Лэнс Армстронг, Арнольд Шварценеггер, Никола Тесла. Все эти люди играли со своим воображением и являли мечты в своём сердце. Воображаемое становилось для них настолько реальным, что они могли почувствовать свои мечты и знали, всё обязательно осуществится. Не имеет значения, насколько далёкими кажутся вам ваши мечты. Они к вам ближе, чем что-либо в вашей жизни, поскольку сила для их осуществления скрыта внутри вас. В будущем мы станем свидетелями возрастающего числа открытий, связанных с силой воображения. Учёные уже открыли особые зеркальные клетки, которые при мысленном представлении какого-то действия активизируют те же участки мозга, что и при реальном действии. Иными словами, просто играя и представляя себе то, чего вы хотите, вы заставите мозг реагировать на образы, как на реальность. Если вы говорите о прошлом или о будущем, вы представляете и ощущаете эти события в настоящем. Вы находитесь на их чистоте и сообщаете об этом закону притяжения. Когда вы представляете то, о чём мечтаете, закон притяжения тоже воспринимает это в настоящем. Помните, для закона притяжения не существует времени. Для него есть только и вечно и сейчас. Если получение желаемого затягивается, это вызвано тем, что вам требуется время для настройки на эмоциональную чистоту, совпадающую с чистотой вашего желания. Вы хотите оказаться на одной чистоте с желаемым. Тогда почувствуйте желаемое так, будто оно у вас уже есть, и наполните ваши чувства любовью. Когда вы настраиваете ваши чувства на нужную чистоту и остаётесь на ней, ваше желание исполняется. Когда вы по-настоящему взволнованы каким-то приятным событием, когда вы изумительно себя чувствуете, используйте эту энергию и представьте то, о чём мечтаете. Короткие вспышки воображения и чувств, связанных с вашей мечтой, это всё, что вам нужно. Сила вашего эмоционального воодушевления притянет к вам вашу мечту. Это икра. Это развлечение. Это радость созидания вашей жизни. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...